Доброго дня, уважаемые коллеги, единомышленники, зрители. После выступления Яна Арта по поводу торговых балансов стран БРИКС, мне стало интересно, на самом деле, корректно ли приведенные им сравнения. Он рассуждал на тему того, что теперь БРИКС, странам БРИКС придется наладить такие механизмы взаимодействия, как единая система валютных расчетов, общий финансовый рынок, общий банковский механизм, снять барьеры ограничений для свободного перемещения и так далее, выстроить логистику стран БРИКС и все такое прочее. По той простой причине, что он проводил параллели с Евросоюзом. То есть он сравнивал союз стран БРИКС с Евросоюзом и, собственно говоря, рассуждал на тему, какие вот эти самые механизмы межстранового взаимодействия понадобятся теперь БРИКС, раз такая структура создана. Я что-то засомневался, а корректно ли вообще сравнивать БРИКС с другими союзами. То есть, во-первых, каким по сути союзом является БРИКС? Торговым, торгово-экономическим, экономическим, политическим, военно-политическим, там, не знаю, военным, да, каким вообще, да. То есть, может быть, это союз экспортеров, потому что все-таки в торговых балансах превалирует экспортная составляющая, да, там Индия, Китай торгуют на весь мир, да, и, собственно говоря, не ограничиваются торговлей внутри стран БРИКС, да. Потом есть очень много монопрофильной специализации у стран БРИКС. Там, допустим, несколько стран БРИКС являются экспортерами углеводородов, да. То есть, это нефтедобывающие страны. Эмираты, Саудия, Россия, Бразилия, да, Иран. Потом многие являются поставщиками, там, не знаю, чая, кофе, да. Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия. Вот, то есть, что это все-таки экспортная ориентация, там, большинство стран БРИКС или что. Соответственно, я решил задать вопрос девчонке в коробчонке, нейросетке, да, как Лапенко говорит, да. Скажи нам, девчонка в коробчонке, что ты об этом думаешь? Я решил спросить, прежде чем разговаривать с экспертами, я решил спросить нейросетку. Что, собственно говоря, она думает? Вот есть такая нейросетка на базе chat GPT-4, там, что-то mid-journey и плазма, так называемая. То есть, раньше она, а, неважно, в общем, я дам потом под видео, дам никнейм, адрес этой самой нейросетки. Соответственно, я задал вопрос, какие из механизмов межстранового взаимодействия понадобятся, собственно говоря, БРИКСу, да, учитывая, там, разбросанность стран по континенту, отсутствие общей границ у многих, да, потом определенную специализацию, несбалансированные, скажем так, извините за тавтологию, торговые балансы, да, то есть, однородность производимой продукции и так далее, и так далее. Вот, соответственно, что начала отвечать нейросетка. Какие же эти самые, если проводить параллели со странами ОСЕАН или Евросоюзом, да, то есть, какие механизмы потребуются. Вот, значит, нейросетка считает, что странам БРИКС единая система валютных расчетов нужна, потому что это может способствовать книжению в зависимости от доллара, да, как конвертируемой валюты и единой валюты расчетов, да, и других западных валют. Особенно актуально там в условиях санкционного давления, да. То есть, ну, в принципе, с этим тезисом спорить достаточно сложно. Это действительно позволит странам БРИКС проводить взаимные расчеты в своих национальных валютах. Вот нужна ли единая валюта, про это нейросетка не сказала. И какая из национальных валют может стать единой. И может быть не какая не национальная, а какая-нибудь другая валюта, да, там, валюта БРИКС, так называемая. Вот. С точки зрения общего финансового рынка стран БРИКС, нейросетка не согласна с мнением Яна Арта. Она говорит, не нужно. Ну, то есть, скажем так, датасет, вот этот самый корпус данных, на котором обучался эта нейросетка, считает, что нет необходимости создания общего финансового рынка. Потому что, во-первых, требуется очень сильно сгармонизировать финансовое законодательство, а это очень сложно осуществить из-за различий в экономических системах, да, и уровнях развития стран, входящих в группу БРИКС. Вот. К тому же разные страны имеют разные финансовые институты и практики, что делает интеграцию сложной. Я уже не говорю о блокчейнах, о разном отношении этих стран к технологиям блокчейн, да, например, и к криптовалюте в частности, да. С точки зрения единого банковского механизма стран БРИКС, нейросетка считает, что в этом нет необходимости. Хотя, конечно, создание единого банка или финансового механизма может быть полезным, то фактическая реализация такого механизма сталкивается со множеством препятствий, да, то есть различия в банковских системах, например, регуляторики, экономической политики. Вот. Но нейросетка предлагает, что наиболее реалистичный путь – это создание кооперативных банков или фондов для финансирования совместных проектов. И мы, в принципе, видим, да, что, например, тот же самый Ябр, Евразианский банк развития, да, он уже начал финансировать совместные проекты стран, ну, в смысле, инвесторов из разных стран, да. С точки зрения единой системы валютных расчетов стран БРИКС. Так, ну, вопрос был задан дважды, нейросетка корректно отвечает мне, что повторно подчеркиваю важность создания системы, важно отметить, что это позволит странам БРИКС. Вот только про единую валюту я не спрашивал, да. Так, с точки зрения преодоления барьеров для свободного перемещения капиталов труда и людей, да, то есть надо ли преодолевать? Нет. Несмотря на желание стран БРИКС развивать экономические связи, различия в миграционных политиках, да, это точно, то есть в миграционной политике у всех стран абсолютно разные, да, въезд, выезд там и так далее, и так далее. Вот, то есть это вопрос как бы такой достаточно непростой, не отрегулирующего здесь. Вот, разные социальные системы, создание единого рынка труда нереально в содружестве БРИКС. Свободное перемещение капитала, ну, тоже такой, да, интересный вопрос, да. Логистика. Да, безусловно, то есть развитие логистических связей между странами БРИКС, оно в принципе развивается, то есть логистика по суше и по морю, она как бы двигается, да. Это и про, в том числе, про все виды транспортных коридоров и логистических проектов, да. Так, преодоление торгового дисбаланса. Да, безусловно, это потребуется, потому что страны могут работать над преодолением этого самого торгового дисбаланса через совместные инициативы, да, то есть взаимная торговля, устраняем барьеров. Например, совместное производство, обмен технологиями, ресурсами, это может сбалансировать экспортно-импортные потоки. И вот нейросетка подводит итог такой, да. В целом, несмотря на сложности, страны БРИКС могут развивать различные механизмы. Так, теперь я задался вопросом, во-первых, корректно ли сравнивать действительно там с Евросоюзом, вот, но в принципе ответ он как бы очевиден, да, то есть здесь интеграции-то никакой нет, как в евроинтеграции. Вот, к тому же и стал задуматься над тем, какой же это все-таки союз экономический, политический, тем более, что, например, там Министерство иностранных дел корректно поправляет журналистов о том, что неправильно считать союз БРИКС военным, он никогда им не был, не является и не собирается, да, по заверениям дипломатов им становиться. Да, он политический, экономический, но не военный, да. Так вот, соответственно, нейросетка говорит, что БРИКС – это многосторонний формат сотрудничества, который стремится как к укреплению экономических связей, так и политической координации между его участниками, да, соответственно, могут потребоваться следующие механизмы. Экономическая координация, то есть надо создавать платформы для обмена информации о макроэкономике, макроэкономической политике финансовых рынков, торговых потоках, безусловно, да. То есть это, ну, в том числе и делается через механизмы взаимной торговли, то есть экспортные, импортные, Минпромторги как бы будут над этим работать, да. Совместные экономические программы, инициативы, которые будут стимулировать торговлю и инвестиции между странами. Стандартизация. В принципе, нейросетка соглашается с Яном Артом, что определенная стандартизация нужна, например, в области технологий, да, ну, я не знаю, не на уровне разъемов и розеток, да, но технологические все равно для совместимости устройств между собой, чтобы, ну, по крайней мере, мы могли как-то имплементировать, и они, соответственно, да, другие производители. В области экологии и безопасности продуктов. Интересная мысль. Кстати говоря, на форуме ШОС и БРИКС, который проходил в Уфе в 2019 году, я развивал мысль о том, что вполне стандартным экологичности и безопасности продуктов может стать стандарт халяль, который большинством из стран БРИКС понятен, приемлем. Ну, то есть, если мы сейчас берем Индию, да, нормально, Саудия – нормально, Эмираты – нормально, Эфиопия, Бразилия, ну, в принципе, тоже они практикуют достаточно много, да. А в России халяль тоже развивается, да, не только в тюркских, скажем так, тюркоориентированных регионах, где подавляющую, там, ну, значительную, не подавляющую уж, конечно, значительную часть населения, там, исповедуют ислам и президент. Халяль уже давно стандарт качества, а не религиозный стандарт. Так, стандарты для цифровой экономики, электронную торговлю, конечно же, да. Так, регуляторика, регуляторное сотрудничество. Значит, нейросетка считает, что создание совместных регуляторных органов и рабочих групп для обсуждения, там, в области финансов, энергетики, экологии имеет под собой основу и смысл, да. Ну, естественно, обмен опытом лучшими практиками в области регуляторики. Так, координация в сфере устойчивого развития. Ага, он здесь подтягивает устойчивое развитие декларируемой ООН, да. Совместная работа над достижением, там, продвижением экологических инициатив, борьба с изменением климата, карбонизации и все такое прочее, да. Если ООН, конечно, не откажется от этой повестки вообще. То есть последние несколько лет переходы на топливо показали, что собери, как говорится, из пяти букв отношение значительной части населения к экологической повестке, да. А буквы такие ПОФИГ, пофиг. Вот, совместные проекты в возрасте, в области зеленой экономики, устойчивой энергетики, да, это понятно. Так, политическая координация, потому что все-таки признаки политического союза у БРИКСа, безусловно, есть, да. Создание платформы для обсуждения и согласования внешнеполитических позиций по ключевым международным вопросам. Бесспорный тезис. Участие в многосторонних форумах, организации для продвижения интересов страны БРИКС. Все понятно. Так, культурное и научное сотрудничество. Развитие программ обмена в области образования, да, науки, культуры, да, совместные научные слены, национный проект. Так, финансовое сотрудничество в БРИКС. Нейросетка считает новую британскую банк развития. В общем, новую банк развития, не знаю, зачем здесь слово британское, вот, будет укрепляться через новый банк развития и другие финансовые институты, плюс разработка механизма валютного обмена, создание резервных фондов, ля-ля-ля-ля. Так, теперь стали задаваться вопросом, потому что журналисты много пишут о политичности союза, а, ну, то есть, каким на самом деле является союз БРИКС. БРИКС экономическим, интеграционным типа Евросоюза или политическим, да, потому что очень много декларируется странами БРИКС и БРИКС-объединением о том, что с точки зрения гарантии многополярного мира и борьбы там с гегемонией Запада, в частности, Штатов, да, там, объединенная Европа, коллективного Запада, собственно говоря, БРИКС и является ответом на вот это, да, то есть, это гарант многополярного мира. Соответственно, что рассуждает здесь нейросетка? Союз БРИКС действительно можно рассматривать не только как экономическое объединение, но и как политическую платформу, направленную на создание многополярного мира и противодействие гегемонии Штатов, да. Какие доводы? Странный БРИКС активно обсуждает вопросы международной политики, безопасности и устойчивого развития, да. Это свидетельствует о том, что Союз служит платформой для координации политических позиций, а не только экономических интересов. Ну, собственно говоря, да. Понятно, грамотно здесь излагает нейросетка, да. Противодействие однополярности. БРИКС был создан в ответ на доминирование США и Запада в международных делах. Бесспорный тезис. Странные участницы стремятся продвигать альтернативные подходы к глобальным вопросам, таким как изменение климата, безопасность, экономическое развитие, что подчеркивает их желание создать многополярный мир. С точки зрения военного сотрудничества. Хотя БРИКС не является военным союзом, но, в принципе, большинства признаков у него нет, если, например, там с НАТО сравнить, да, с целями создания и так далее, и так далее. Вот. Некоторые его участники, например, Россия и Китай, активно развивают военность, сотрудничество, совместное учение, да. То есть, ну, назвать Союз БРИКС военным в полном смысле слова, ну, некорректно, да. Вот. С одной стороны, это может быть интерпретировано как шаг к укреплению безопасности и защите интересов страны-участностей, ну, это все понятно. Экономическая независимость. Страны БРИКС стремятся уменьшить свою зависимость от доллара США и западных финансовых институтов, что также указывает на политическую составляющую их сотрудничества, да. Создание альтернативных финансовых механизмов, валютных резервов может рассматриваться как способ противодействия экономической гегемонии. Поддержка многосторонних институтов. БРИКС активно поддерживает реформирование международных организаций, таких как ООН и Всемирные торговые организации, с целью повышения их представительности и эффективности. Это также подчеркивает политическую направленность Союза. Ну, в принципе, да, понятно, логично. Общие ценности и интересы. Страны БРИКС, ну, имеется в виду политическое руководство стран БРИКС, политическое, экономическое, имеют схожие взгляды на многие глобальные проблемы, такие как борьба с терроризмом, защита суверенитета стран, да, важный тезис, недопущение вмешательства во внутренние дела государств, чего про НАТО, например, совершенно не скажешь. Вот это состоит основой для политического единства. Дальше я стал задумываться, почему БРИКС там объединился именно вот в такой союз, да, потому что есть же другие там союзы, стран АСИАН, есть союз, союз, есть ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, да, то есть вот как. Соответственно, нейросетка дает мне ответ о том, что такого рода союз, БРИКС, да, очень сильно, ну, то есть есть несколько причин, отличающих его от других региональных объединений, таких как АСИАН или ШОС. Значит, экономические интересы. Содействие экономическому развитию, сотрудничество между странными участниками, представляет собой быстро развивающиеся экономики, то есть темп развития экономик и усиление позиций на международной арене, с одной стороны, да. Так, политическая координация и обсуждение глобальных вопросов, там, реформа международных институтов, позволяет странам-участницам более эффективно представлять свои интересы на международной арене. Разнообразие. В отличие от стран АСИАН, которые в основном включают страны Юго-Восточной Азии или ШОС, сосредоточенные на Центральной и Восточной Азии, БРИКС объединяет страны из разных регионов мира. Это разнообразие позволяет обмениваться опытом и подходами к решению различных проблем. Ну, да, интересно. Так, независимость от западных структур. Так, БРИКС был создан как альтернатива западным экономическим и политическим структурам, таким как G7, Международный валютный фонд. Страны-участницы стремятся продвигать многополярный мир и уменьшить зависимость от западных стран. У стран БРИКС есть совместные интересы в таких областях, как развитие инфраструктуры, инвестиций, торговля, технологии, создают основу для более глубокого сотрудничества. Вот, поэтому нейросетка подчеркивает, что БРИКС представляет собой уникальное объединение, которое фокусируется на экономическом и политическом сотрудничестве между развивающимися странами, что, в принципе, отличает его от других региональных союзов. Хорошо. Дальше я стал думать насчет экспортной ориентированности или объединения нефтедобывающих компаний, таких как ОПЕК, например, и спросил, какие доводы об основании за и против, какого рода на самом деле союзом является Союз БРИКС. Почему Союз БРИКС перерос в рамки ОПЕК и ОПЕК-плюс, например. Нейросетка отвечает, что Союз БРИКС представляет собой многостороннюю платформу, которая объединяет страны с развивающимися экономиками. Доводы за... Доводы о том, что БРИКС является экономическим союзом. Наличие экономического сотрудничества, безусловно, финансовые инициативы, создание нового банка развития, резервного фонда БРИКС, стремление к финансовой интеграции, совместные инициативы, все понятно. Доводы против того, что БРИКС является экономическим союзом. У стран-участниц БРИКС совершенно разные экономические структуры и модели. Это может в какой-то степени затруднять интеграцию. Конкуренция. Да, тоже бесспорный тезис. Страны конкурируют друг с другом во многих секторах. И тесное экономическое сотрудничество в этой сфере между конкурентами может сложиться, а может и не сложиться. Доводы того, что БРИКС является политическим союзом. Политическое влияние на международной арене выступает за многополярный мир. Совместные позиции. Часто координирует свои действия по важным международным вопросам. Такие, как изменение климата и безопасности. Доводы против того, что БРИКС является политическим союзом. Все-таки у стран-участниц БРИКС разные политические системы. Участники имеют разные интересы. И это может затруднить достижение единой позиции. Грамотно. Очень грамотно излагает девчонка в коробчонке. Так. Следующий довод. Отсутствие формальной структуры. В отличие от политических союзов, таких как ЕС, например, считают политическим союзом, БРИКС не имеет четкой организационной структуры. Ну, собственно говоря, да. Значит, какие доводы приводит нейросетка о том, что БРИКС является военным союзом? Некоторые страны БРИКС могут рассматривать сотрудничество в области безопасности и обороны как способ противостояния угрозам. Ну, некоторые страны. То есть совсем не обязательно, что страны БРИКС все объединятся по этому вопросу. Совместные учения, проводятся совместные учения и обмены в области безопасности. Ну, пока только Китай и Россия. Корея не является там, допустим, страной участницей БРИКС. Доводы против того, что БРИКС является военным союзом. Отсутствие военной интеграции. Слов нет. Если сравнить БРИКС с НАТО, то, естественно, БРИКС не имеет никаких формальных военных обязательств или структур, таких как НАТО, не имеет целей. Военные обязательства имеются в виду о совместной защите, о, как это, сразу другие страны впишутся, да, о вступлении в войну, в том случае, если на одну из стран НАТО там напали. Естественно, у БРИКС никаких таких обязательств нет. И структур, типа, военных у БРИКС тоже нет. Разные военные интересы. Естественно, участники имеют разные стратегические интересы, там, и угрозы, да, находясь в разных частях мира, имея разных соседей, с которыми не дружат или не дружат, например. Все понятно с точки зрения, каким союзом является, да, понятно, что не военный. Почему БРИКС перерос в рамки ОПЕК, картельного объединения, фактически, да, нефтедобывающих компаний? Во-первых, БРИКС включает страны с разнообразными экономиками и интересами, а в то время, как ОПЕК сосредоточен на нефтедобывающих странах. Понятно. Разнообразные темы. БРИКС охватывает не только энергетическую политику, но и экономическое, политическое, социальное сотрудничество. ОПЕК, картель совсем других целей, да. Глобальные вызовы. БРИКС реагирует на более широкий спектр глобальных вызовов, таких как изменение климата, безопасность, развитие, что делает его более универсальным объединением, чем ОПЕК. Все ясно. Значит, ну здесь мы начали мусолить то же самое примерно, да, и выводы такие же, да. В принципе, большинство доводов о том, что БРИКС, безусловно, является экономическим и политическим союзом, здесь уже повторябельность такая вот будет, да. Так, здесь, значит, была логика о том, что экономическим и то, что политическим, да. Так, да, все это понятно. Интеграционный механизм. Ну да, то есть, поэтому я и сделал вывод, что Янард некорректно приводит в сравнение с Евросоюзом. Евроинтеграция совершенно на других принципах базируется, чем объединение стран-участниц БРИКС. Так, теперь военно-политическим союзом, поскольку некоторые журналисты высказываются о том, что это военный союз, да, вот, соответственно, что думает Нейросетка по поводу военно-политической направленности союза БРИКС. Значит, Нейросетка говорит, БРИКС, ну, я сейчас здесь, естественно, здесь нет цитат из нашего МИДа, да, то есть, который раскладывает все по полочкам, каким является союзом. Мне просто было интересно, что Нейросетка думает. Значит, Нейросетка считает, что БРИКС, в пользу того, что БРИКС может являться военно-политическим союзом, он приводит следующие доводы, да, политическая координация, про которую уже говорили, общие интересы, противостояние влиянию Запада и НАТО, да, что может привести к более тесному военно-политическому сотрудничеству в будущем. Ну, кто знает, посмотрим, да. Совместные учения и обмен информацией. Некоторые страны БРИКС, они считают, что вот Россия и Индия уже участвуют в совместных военных учениях и обмене информации. Я про Китай слышал, про Индию чувствую, нет. Создание альтернативных структур. БРИКС может рассматриваться как альтернатива западным военно-политическим блокам, что может привести к более тесному, может привести к более тесному сотрудничеству. На данный момент, естественно, политологи и военные эксперты этого не наблюдают, конечно же. Значит, доводы к тому, что БРИКС на самом деле не является военно-политическим союзом. Везде декларируется, что у БРИКС экономическая направленность создания, экономическое сотрудничество и развитие. Потом очень важный тезис отсутствия военных обязательств. В отличие от НАТО, БРИКС не имеет обязательств по взаимной обороне или совместных военных действий. Соответственно, это не военно-политический союз, это больше экономический форум. Разные политические системы интереса. Платформы разные. Естественно, это сильно затрудняет, если вдруг страны захотят создать единую военно-политическую стратегию. Например, отношения между Индией и Китаем остаются напряженными. Это, естественно, может препятствовать военно-политическому сотрудничеству этих стран. Поэтому здесь очевидно достаточно. Отсутствие военной инфраструктуры. Действительно, в отличие от НАТО, БРИКС не имеет общей военной инфраструктуры или командования. Поэтому сказать, что БРИКС – это военно-политический союз – глупость, конечно. Фокус на многосторонности. БРИКС подчеркивает важность многостороннего подхода к международным отношениям, что может противоречить концепции военно-политического блока, где оцен делается на военное сотрудничество, конечно. В итоге, нейросетка подытоживает, БРИКС можно рассматривать многостороннюю платформу для экономического и политического сотрудничества, но, конечно же, не как военно-политический союз в традиционном смысле. Потому что основные цели БРИКС сосредоточены на экономическом развитии и политическом диалоге, а не на военном взаимодействии. Так, что мы еще здесь спросили? Так, является ли БРИКС торгово-экономическим союзом? Какие доводы за и против того, что БРИКС является торгово-экономическим союзом по всем основным характеристикам торгово-экономических союзов стран в сравнении, например, с таможенным союзом, ЕАЭС и другими, да? Нейросетка считает, что БРИКС не является торгово-экономическим союзом в классическом понимании этого термина, как, например, таможенный союз или Евразийский экономический союз, ЕАЭС, да? Вот. Однако, чтобы более детально рассмотреть доводы, да? Значит, какие доводы можно привести за то, что БРИКС можно считать торгово-экономическим союзом? Потому что идет сотрудничество в экономической сфере, включая торговлю, инвестиции, развитие инфраструктуры. Все понятно. Совместный саммит и вопрос экономической окружности. Создание совместных финансовых институтов. БРИКС создал, считает нейросетка, новый БРИКС и контингентный резервный механизм, что свидетельствует... Не слышал, честно говоря, ничего про такое. Так. Обсуждение торговых вопросов. На встречах БРИКС безусловно обсуждаются вопросы, касающиеся торговли и инвестиций, что может быть интерпретировано как стремление к интеграции. Какие нейросетка приводит доводы, что БРИКС на самом деле не является торгово-экономическим союзом в классическом понимании? Отсутствие формальной структуры. То есть, в отличие от таможенного союза и АЭС, БРИКС не имеет формальной структуры, регулирующей торговлю между странами-участниками, да? В том числе там ВТО, например, Всемирная торговая организация. Вот. Разные экономические модели. У стран БРИКС разные экономические модели уровня развития, что усложняет создание единой экономической политики. Например, Китай и Индия имеют разные подходы к экономическому развитию и торговле. Да, безусловно. Безусловно. Так. Что еще позволяет сделать вывод, что БРИКС не является торговым союзом, да? Отсутствие обязательств. Участники БРИКС не имеют обязательств по снижению тарифов или устранению торговых барьеров, что характерно для классических торгово-экономических союзов, поэтому нет. Вот. Политическая направленность союза. БРИКС больше ориентирован на политическое сотрудничество, диалог между развивающими странами, чем на экономическую интеграцию, например. Если сравнить БРИКС с таможенным союзом и ЕАЭС, то таможенный союз и ЕАЭС имеют четко определенные правила, обязательства по торговле, включая общую таможенную политику и свободное движение товаров, а в БРИКС таких механизмов нет. Интеграция в рамках таможенного союза и ЕАЭС более глубокая и структурированная, чем в БРИКС, где сотрудничество более гибкое и менее формализованное. В итоге БРИКС можно рассматривать как платформу для экономического сотрудничества. Так, ладно, я вот здесь еще скопирую и при вас тоже, что называется, задам другой вопрос. Например, мы сравним с ВТО и банком, например, МВФ, Всемирным банком МВФ. Так, значит, а, здесь я попросил сравнить БРИКС с другими союзами, таким как G7, G7, G20, Евросоюз, ЕС и другими, да. Так, здесь уже повторение идет, а, вот, наверное, момент интересный, да, сравнение с другими группами, G7 и G20. Эти группы больше ориентированы на координацию экономической политики и решение глобальных проблем, но не имеют такой глубокой интеграции, как ЕС. G7 включает только развитые страны, что интересно, тогда, в то время, как БРИКС включает и развивающиеся экономики, то есть развивающиеся экономики в G7 не возьмут, скажем так, да. Ладно, Евросоюз более глубокой формой интеграции, включая общую валюту, свободное передвижение товаров, услуг и людей, да. Вот, ЕС имеет более четкие механизмы интеграции, включая общий рынок и таможенный союз, что делает его более схожим с ЕС по сравнению с БРИКС. БРИКС не похож на ЕС, да. Так, ладно, значит, теперь мы спросили с точки зрения ООН, Совета Безопасности, ООН, другие, там, альтернативные подходы, глобальные вопросы, ля-ля-ля. Значит, БРИКС, нейросетка отвечает, что БРИКС представляет собой важное политическое образование, которое стремится создать альтернативу доминированию Штатов и Запада в Международных делах. Значит, ну, совместная инициатива, многополярность, экономическое сотрудничество, альтернативные механизмы, поддержка развивающих стран. БРИКС может выступать в качестве голоса для развивающихся стран, которые часто не имеют достаточно представительства в традиционных международных организациях. Ага, вот это интересно. Так, значит, теперь разные интересы, да, разные интересы. Это может снизить их влияние на международную арену, потому что могут не достигнуть еды иного мнения по важным вопросам, да. Ограниченное представительство, несмотря на свои усилия, БРИКС не имеет официального статуса в ООН, но страны-участники имеют или совбези, да. Так, конкуренция, конкурирующий интерес, особенно Китай и Индии, то есть это на ослабление на работает, да. Конкуренция, зависимость от Запада, экономическая зависимость некоторых стран БРИКС от западных рынков технологий может ограничивать их способность действовать независимо. Угу. Так, хорошо. Так, зададим нейросетке такой вопрос, да. Так, ВТО всемирным банком и ЕБРР, МБРР, Международный банк, реконструкция развития, Европейский банк, реконструкция развития, ВТО. Так, сейчас сравни, О, вот так вот напишем, сравни, сравни, сравни объединение БРИКС по всем основным характеристикам с другими, с другими объединениями, такими, как ВТО, Всемирный банк, МВФ, О, МВФ еще, МВФ, Международный валютный фонд, Сразу расшифрую, он не всегда нейросетка корректно воспринимает, точнее, не всегда нейросетка правильно понимает аббревиатуры, да. Всемирная торговая организация, так, МВФ, Всемирный банк, Европейский, ЕБРР, международный, допустим, да. Сейчас мы сравним. вот, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Чина и Южная Африканская республика, да, по всем основным характеристикам, другими объединениями, такими как, давай, сравнила. Так, вот пошло сравнение. Так, давай. Сравнила, да. А, он хочет, он большой, этот самый, большой сравнение сделал. Сейчас мы, откроем, сейчас мы откроем, мы вот здесь сейчас откроем демонстрацию. Он большой ответ сделал, да. Вот, соответственно, вот так это теперь будет. Так, сравниваем. Объединение БРИКС и другие международные, имеют разные цели, функции, структуры. Так, давайте. Цели и функции. БРИКС, это укрепление экономического и политического сотрудничества между развивающимися странами. Международное сотрудничество, многостороннее, развитие торговли, инвестиции, ля-ля-ля, совместные инициативы. ВТО, основная цель, регулированной международной торговли, снижение торговых барьеров и обеспечение справедливых условий между странами. ВТО, правила торговли. МВФ, финансовая стабильность, кредиты странам с временными финансовыми трудностями и содействие международному экономическому развитию. Всемирный банк, сокращение бизнеса, содействие развитию, финансирование, помощь для проектов развивающих стран. ЕБРР, поддержка перехода к рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы, а также других регионах. МВР, часть Всемирного банка, основной цель финансирования проектов, инфраструктуры и улучшения жизненных условий. Структура и членство. Вот здесь она уже не знает, надо покорректнее задать вопрос. БРИКС уже не из пяти стран стоит, а из десяти, которые являются развивающимися. ВТО имеет 164 члена, а базовый, скажем так, корпус, база, по которой училась нейросетка, 23-й год. МВФ, 190 стран-членов, на квотах, Всемирный банк, МВР и МАР, 189, Лига наций еще есть. О, кстати, с Лигой наций надо еще сравнить. Членство основано на взносах и квотах. ЕБР имеет... Так, БРИКС создал свои финансовые механизмы, такие как Новый банк развития. ВТО не предоставляет финансирования, правила соглашения. МВФ финансирует, Всемирный банк финансирует, МВР финансирует. Влияние на глобальную экономику. БРИКС влияние, ВТО имеет значительное влияние на международную торговлю, экономические отношения. МВФ имеет важное значение для глобальной финансовой стабильности и экономической политики стран. Всемирный банк влияет на развитие экономической политики, развивающих стран через финансово-техническую помощь. Так, влияет на экономическое развитие стран стран Европы. Так, заключение. БРИКС и другие международные организации, разные цели, ну, все понятно. Ладно. Так, возвращаемся в чат. Сейчас я задам ему вопрос. В чату я сейчас задам вопрос. Сравни объединение. Так. Например, как ООН? Лига наций. Лига наций. Совбез. ООН. Сравни объединение БРИКС. Куда входит, кстати, забыл он про членство-то. Тут уже столько членов добавилось. ООН. Страны-участники, да? Есть состав стран участников. Так, Бразилия, Эфиопия. Вот. Вот так напишу, потому что он в 23-м году еще не знал про... Включает на сегодня. Так. Давай, сравнивай. Объединение. Так. Файлик. Хорошо. Откроем файлик. Так. Второй файлик. Угу. Так. Продолжаем разговор. Значит, БРИКС сравнил с ООН, Лигой наций, Совбезом и так далее. У БРИКСа, ля-ля-ля, основная цель ООН – поддержание международного мира и безопасности, развитие дружеских отношений между странами, содействие социального прогресса, улучшение жизненных условий. ООН занимается широким спектром вопросов, включая права человека, гуманитарный кризис и устойчивое развитие. Угу. Лига наций, созданная после первой, не смогла предотвратить, была распущена. Все понятно. Совбез ООН – поддержание международного мира и безопасности, принятие решений. По структуре, там, Лига наций, ассамблей, совет, Совбез ООН – 15 членов, 5 постоянных, 10 непостоянных. ООН имеет сложную структуру с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и другими странами. Угу. Каждое государство членов не имеет. Вот это интересно. Сейчас мы еще спросим у него. Так. Другими органами ООН. Еще есть, надо, кстати, про ядерную энергетику и атомную. Как там? Гросси-то возглавляет эту самую структуру. Сейчас мы про нее еще спросим. Сравнение. Потому что там же есть ядерные державы. В составе стран БРИКС, в том числе и Иран, Россия, Тайи. Так. Ладно. Влияние и роль на международной арене. ООН – значительное влияние. БРИКС увеличивает влияние развивающихся стран и выступает за многополярный мир. БРИКС пытается создать альтернативу западным институтам и продвигать свои интересы на глобальной арене. Все понятно. Механизм принятия решений. БРИКС – консенсус. ООН – большинство голосов. Лига наций – консенсус. Совбез ООН – большинство голосов. В итоге... А, вот, кстати, обещал написать, что это за нейросетка такая, да? GPT-4 мини-текстовая модель плазма GPT-iBot. Вот, пожалуйста, можно посмотреть, да? Откуда мы все это спрашиваем? Итак, в итоге БРИКС представляет собой уникальное объединение развивающихся стран. Уникальное, такого не было, скажем так. Направленное на экономическое сотрудничество и политическое влияние. В отличие от более универсальных организаций, таких как ООН, БРИКС фокусируется на интересах своих членов и стремится создать альтернативные механизмы для решения глобальных проблем. А ООН как бы глобально. ООН и ее структуры, такие как Совбез, имеют более широкие полномочия и влияния, но также сталкиваются с критикой за свою неэффективность. Лига наций, историческим примером, неудача международному сотрудничеству. Все понятно, да? Так, сейчас мы спросим еще один момент о нейросетке. Так, скажи нам, пожалуйста, нейросетка. Вот какой вопрос. Так, сравни, сравни объединение БРИКС. Так, с другими объединениями, такими как генеральная, вот так мы сейчас поставим двоеточие, здесь напишу, с Генеральной Ассамблеей ООН, Советом Безопасности ООН, Экономическим Советом ООН, Социальным Советом ООН и другими органами ООН. Вот. А также, так, как же у нас там этот товарищ-то? Забыл название, напишу. Что возглавляет Гросси? Гросси возглавляет МАГАТЭ. Вот. Вот. И сейчас это мы еще спросим. А также с МАГАТЭ. МАГАТЭ. Вот. Международное агентство по атомной сравни объединения БРИКС, учитывая, что БРИКС у нас имеет разветвленную структуру такую, да? Где страны-то у нас уже? Раз, секундочку. Сравниваем. Блин, опять он не знает страны участников. Да? Опять он забыл. Он забыл. Ну, че? Вот. Делаю еще Эфиопия. Вот. Вот так вот. Так, сравни объединения БРИКС по всем основным характеристикам с другими объединениями, да? Давай. Сравнивай. 11 членов. Так. Сохраняем. Сохраняем. Так. Сохраняем. И открываем. Так. Еще раз на всякий случай откроем. Так. БРИКС сравнивает Нейросетка сравнивает БРИКС с различными органами ООН таким, как Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Экономические и Социальные Союзные, а также с МАГАТЭ. Так. Генеральная Ассамблея ООН основная задача обсуждения и принятия резолюции по международным вопросам, включая мир и безопасность, развитие права человека, международное право. БРИКС. Это сотрудничество области экономики, политики, культуры. Многополярный мир, улучшение условий для торговли и инвестиций, совместное решение глобальных проблем, таких как климат и устойчивое развитие. Совет Безопасности ООН. Основная задача поддержания международного мира и безопасности. Совет принимает решения, которые могут быть обязательными для выполнения государственными членами, включая санкции, разрешение на использование силы. Вот оно, принципиальное отличие, в том числе. Так, там миротворцев ввести, экономический и социальный совет ООН. Они занимаются вопросами экономического и социального развития, координацией работы специализированных учреждений ООН и подготовкой рекомендаций для Генеральной Ассамблеи. МАГАТЭ. Содействие мирному использованию ядерной энергии, предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечения ядерной безопасности. БРИКС. 11 стран. Генеральная Асссамблея 193. Совет Безопасности 15. где 5 постоянных имеют право вето. 10 членов на двухлетний срок выбирается. Экономический социальный совет 54 члена избираем на трехлетний срок Генеральной Ассамблеи. МАГАТЭ. 176 стран было. Так, функции. БРИКС. Работает через саммиты, рабочие группы и форумы. Ассамблея. Работает через сессии. Совет Безопасности принимает решения подготовленные, выносятся, постоянные члены могут блокировать, решения кто-то выносит. Экономический совет. Работает через комитеты, специализированные учреждения, разрабатывает рекомендации, проводит исследования. МАГАТЭ. Инспектирует, обеспечивает техническую помощь, разрабатывает стандарты безопасности, сотрудничает с государственными областями ядерной энергетики. Влияние и значимость. БРИКС. Растущее влияние на глобальную экономику, политику, особенно в контексте противостояния западным блокам, западному блоку. БРИКС стремится продвигать интересы развивающих стран. Генеральная Ассамблея. Моральное и политическое влияние, но ограниченные возможности для принуждения к выполнению своих решений. Совет Безопасности обладает реальной властью в вопросах международной безопасности, но часто сталкивается с критикой за политизацию использования права вед. Экономические и социальные советы ООН. Влияние на экономическую и социальную политику, но его решения не являются обязательными. МАГАТЭ. Значение для ядерной безопасности в предотвращении в состоянии ядерного оружия, но его возможности зависят от сотрудничества государства. БРИКС и органы ООН служат разным целям, имеют разные механизмы работы. БРИКС фокусируется на сотрудничестве между развивающимися странами, в то время как ООН представляет более широкий спектр государств и занимается вопросами международного мира, безопасности и развития. Каждая из этих организаций имеет ля-ля-ля-ля-ля. Вот такой, в принципе, интересный разбор. Со многим из того, о чем написала нейросетка, на самом деле, можно согласиться. Некоторые, ну, большинство довольно корректные. То есть, по сути, это экономическая и политическая структура, вот, работающая через рабочие группы, саммиты и форумы, да, обсуждения экономических и политических вопросов. А вот же вопросы, там, не знаю, военно-политического характера, они решаются через индивидуальные двух-, трехсторонние какие-то соглашения, да, между странами, там, совместное учение, совместное, там, не знаю, ну, не военное, конечно, уж, доктрина, да, нет там никакой совместной военной доктрины. Сотрудничество в области безопасности, наверное, вот это правильно называется. Ну, тут дипломаты и военные гораздо более четкие формулировки используют. Вот такая интересная у чата GPT логика изложения, да, то есть, на самом деле, это надо, чтобы проверили это все эксперты, вот, но вообще очень интересная, очень интересная логика. Вот, то есть, в принципе, в какой-то степени можно использовать этот инструмент для вот такой вот аналитической раскладки, структуризации, систематизации, да, для структуры. Да. Продолжение следует...